То утро ничего плохого не предвещало. Людмила Григорьевна вышла в магазин за продуктами. На улице к ней подошла незнакомка и заговорила так, будто на самом деле они знакомы много лет. Женщина даже назвала имена лучших учеников пенсионерки. Наконец представилась сотрудницей одного из московских банков. От «землячки» Людмила Григорьевна услышала важную новость. В стране проходит денежная реформа, и все старые банкноты надо срочно обменять на новые. Доверчивая пенсионерка в сопровождении аферистки сначала сходила домой за сберкнижкой, а затем в ближайший банк, где ей сняла со счета почти 500 тысяч рублей. И она прямо открыла сумку. Ну давай я забираю деньги, а ты и дети не буду провожать. Начальник сказал, провожу до квартиры, а потом говорит, ну я не буду. И они как раз все окружили. Много их было тут очень. Много было оперативников, которые давно собирали информацию о подозреваемой. И, как говорится, не отходя от кассы, взяли ее с поличным. Сотрудниками полиции была задержана 34-летняя уроженка города Самары. Оказавшись за решеткой, мать троих детей была уже не столь словоохотлива, как при общении со своей жертвой. Я ничего говорить не буду. Мои дети в школу ходят, в детсадики ходят. Мне не буду ничего говорить за адвокат. По материалам дела, задержанная совершала подобные аферы не только в России, но и за рубежом. Уже доказана ее причастность к восьми аналогичным преступлениям, в том числе на территории Киргизии. Алексей Коноплев, Евгений Ильин, Петровка, 38.